Приветствую вас. Давайте разберём сейчас ваш вопрос, который вы задаёте. Так, вы не любите готовить. Вам не нравится готовить. Вы чувствуете себя несчастной. Когда вы чувствуете, что нужно готовить вас, сразу портит настроение и в целом это становится плохо. Вы хотите посмотреть на это немножечко под другим углом. Вы хотите готовить, но при этом, чтобы получать от этого удовольствие. При этом вариант, при котором вы не готовили бы вообще, вы не рассматриваете. Хочется сказать, что у меня, по крайней мере, возникает такое ощущение, что как будто вы пытаетесь себя заставить. Это делать. Как будто бы вы пытаетесь заставить себя готовить, даже несмотря на то, что вам этого делать, условно говоря, не хочется. Я, безусловно, не берусь говорить о том, что нужно, чтобы вы отказывались от готовки. Если вам это не нравится, если вам это не нравится, нет. Но я думаю, что для начала стоит рассмотреть, что тут такой вариант, что нужно перестать себя заставлять. Потому что, заставляя себя, ничего хорошего вы не сделаете. Вставляя себя, вы тоже, знаете ли, не научитесь получать удовольствие от той же каток. Поэтому, тут, что важно, нужно обратить на это внимание. Вот. То есть, посмотрите, почему именно вы пытаетесь себя заставить. Как получается так, что вы пытаетесь себя заставлять. Ну, или заставляете себя. Да. Да. Пока есть элемент принуждения. Вы, ну, вы сможете получать удовольствие от приготовления пищи. Кроме этого, важным моментом, на мой взгляд, является тот факт, что приготовление пищи не должно быть объективизировано. То есть, это всегда должно быть для чего-то. Понимаете? То есть, вы должны готовить либо для себя, потому что хотите что-то съесть, и вы тоже, и вы можете готовить для кого-то, чтобы порадовать человека. Ну, условно говоря, если вам не хочется делать ни то, ни другое, то, ну, как по-другому, условно говоря, себя заставить готовы. Можно говорить и о несколько более глобальной истории, несколько более такой глубокой истории, что, может быть, вы считаете, что вы обязаны готовить. И обязаны готовить обязательно вкусно. Если вы готовите невкусно, то значит, что вы какая-то плохая. Так-то здесь есть некоторое, ну, такое вот, к себе же требование, которое, на мой взгляд, вас, ну, условно говоря, может блокировать. В какой-то степени. То есть, я имею ввиду, я имею ввиду блокировать. В смысле, что делать вас не свободны, потому что готовить любят не все, а вкусно готовить умеют еще меньше людей, людей. Вот, и почему-то вы вот как раз требуете от себя делать это. И не особо вас волнует, нравится вам это, хотите ли вы это делать, вот, или там, ну, не нравится вам, да, и делать вы этого не хотите. То есть, то есть, вас это все, вот, как будто бы, меня особо-то и волнует. На самом деле, на самом деле, это очень важный момент, потому что у меня, как-бы, игнорирование данного аспекта приводит. Как правило, к различным пространствам, к различным, ну, как бы, таким негативным аспектам. Всем вы, как мне кажется, и столкнулись, в общем-то, если мы говорим о вашей ситуации. Таким образом, я бы сказал, что, да, на данный момент вам не нравится, а готовить, это правда. Нравится вам, говорят, вы готовить, потому что что-то в готовку выкладывается, то есть, собственно, ну, что-то вы, что-то выкладываете в это. Что-то, что-то негативное для себя, что-то такое, вот, несвободное, что-то неприятное. И, как вы понимаете, с седой это не связано. Но есть важный момент, что даже обращаясь к нам на сайт сейчас, у меня есть столько ощущений, что вы пытаетесь себя заставлять. У меня есть столько ощущений, что все равно, несмотря на то, что вы, вроде бы, осознаете проблему, проблему вам осознается как то, что вы не можете сделать то, что вы должны. Хотя на самом деле вы не должны. Свобода, даже удовольствие, появляется там, где есть свобода. А свобода появляется там, где есть фонтаны. И идея, как раз, заключается в том, что именно, вот, именно вот о спонтанности, условно говоря, здесь идет речь. Ну, о вашей спонтанности, пока вы будете себя заставлять, да, ну, пока, если, вот, вы будете пытаться себя заставить, то ни о какой спонтанности, конечно, речь не идет. И, соответственно, вы будете себя таким образом принуждать, а принуждая себя, ничего хорошего у вас получиться не может. Ну, просто потому что. Просто потому что. Вот. Это то, что я могу вам сейчас сказать. Значит, нужно выяснить, как конкретно вы выстраивали свои отношения с представлением в мире. Что конкретно, с чем, точнее, конкретно вы сталкивались в процессе приготовления седы. Что, в итоге, как бы, отвратил вас от этого. Что, в итоге, сделал, сделал так, что вам крайне болезненным стал это. Я думаю, что, ну, весьма, немало важный момент. Вот это, о чем, о чем, собственно, я говорю. И вот здесь в вашей сфере, вы сможете для себя понять, чем, собственно, проблем выключать. Ваши. Вот. И, как бы, увидев свою проблему, вы сможете научиться себя несколько. Несколько попускать. Вот. Вы сможете научиться относиться к себе несколько иначе. Несколько. Может быть, легче. Может быть, демократично. Может быть, вы будете меньше требовать от себя. Вот. Хотя, конечно, это не факт. Ну, прям, ну, прям, потому что, потому что, неизвестно, как бы, да, что именно у вас в истории происходило. Ну, это я. Так думаю. Но, в самом деле, как обстоят дела, я могу, конечно же, только догадываться. Вот. Поэтому, на мой взгляд, лучше, что вы можете сделать, это преследовать свою ситуацию. Лучше, что вы можете сделать, это поисследовать ваше отношение к еде и приготовление еды и уже посмотреть, что дальше делать. Также, мне кажется, что есть некоторый стереотип в том, что вы говорите по поводу того, что девушка должна готовить. Вот. Я не считаю, что девушка должна готовить обязательно. Вот. Ну, она может это делать, если хочет. Но, в целом, мне кажется, что мы сейчас оживем такое время, когда эти стереотипы отходят на второй план. По крайней мере, мне так все хочется в этом верить. Вот. Вот. Вы пишите, что делаю это, как что-то мерзкое и без них. Вот откуда у вас такое приятель? Ну, так. Я могу вдохновенно. Я могу вдохновенно чувствую себя, что я не жадный человек. И зачем? Я знаю, что это все только в нашей голове стоит поменять отношения к отношению к еде. А зачем? Анастасия. Для чего вам это менять? Как и что вы будете делать, когда измените это? Как изменится ваша жизнь? Что вы получите, что вы приобретете, если, ну, если изменить это? Как по-другому? Как по-другому? Как по-другому? Как по-другому будет? Повторюсь, нужен более тщательный анализ вашей ситуации, потому что пока что, пока что я бы сказал, что у меня к вам, к сожалению, больше, больше вопросов, нежели чем ответ. Ну, после того, как вопросы будут вам заданы, после того, как вопросы будут заданы и у меня появится определенная информация и определенная картинка, вот я думаю, что я смогу вам, например, дать какую-то обратную связь. Которая вам поможет лучше понять себя и лучше увидеть, что происходит. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!